Всем привет, дорогие друзья! Новое видео на канале, и сегодня мы поговорим о том, как же выгодно купить iPhone X, скорее всего, на Авито. Давайте начинать, поехали! В общем и целом, вот этот вот телефончик, вот эта вот моделька, она стала в какой-то мере революционной. Это первый телефон от компании Apple с челкой, он всем полюбился, все его называют iPhone X, на самом деле iPhone X, то есть 10. 10, юбилейная серия, и он до сих пор продается. Судя по маркетплейсам, он отсутствует в продаже, продается только восстановленный. И в основном люди их покупают на Авито, либо где-то в каких-то небольших магазинчиках, с рук или еще что-то. И меня до сих пор поражает его цена на вторичном рынке. Это до сих пор желанный телефон, потому что это действительно безрамочное устройство уже, без кнопки. Это первый iPhone без кнопки. И действительно, сейчас он продается по весьма, для меня удивительно внушительной цене. От 20, условно говоря, от 20 тысяч до 35 тысяч. В зависимости от объема памяти, состояния, комплектации на гарантии, не на гарантии. До сих пор, да, можно приобрести еще со вторым годом гарантии от компании Apple. Друзья, ну вот такая вот трубка на 256 гигов. Самая актуальная цена сейчас на Авито, это порядка 23-28 тысяч рублей, если вы можете и умеете торговаться. Что нам дает приобретение этого телефона? Ну на самом деле, это некий новый опыт использования телефона. Если у вас 7-ка, 6-ка, до сих пор люди ходят с 8-кой, 6-ской и со всеми плюсовыми моделями этих телефонов, там везде есть кнопка. То есть это Home Button, кнопка, единственная кнопка на Айфоне, начиная с самого первого телефона, точнее с 3G. Или, по-моему, в 2G, в 2G тоже, по-моему, было. Но не суть. Смысл в том, что здесь уже никаких кнопок нет. И действительно, людям это очень нравится, этот доступный телефон. И многие покупают iPhone X до сих пор, выбирая его даже бушным, за место того, что могут купить за те же 20-25 тысяч рублей какой-нибудь супер бюджетный, супер клевый, 108-мегапиксельный. К примеру, Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Да, друзья, это неудивительно. До сих пор iPhone X с его возможностью, с его внешним видом, с его удобностью, с его компактностью, с его возможностями камерами, до сих пор является топом. Вот я сейчас про камеры говорю, на самом деле, не надо ни себя, ни вас обманывать. Камеры здесь такие себе, но до сих пор этот телефон очень-очень популярен. Друзья, это действительно один из самых моих любимых моделей. То есть, таким телефоном я пользовался на протяжении нескольких месяцев в свое время, когда они выходили. Спустя полгода или 10 месяцев я никогда не покупаю трубки на старте продаж, потому что они стоят конских денег. И в принципе, iPhone, в отличие от всего другого рынка, от тех же Samsung, они ценятся на вторичном рынке. И их нельзя взять и, допустим, условно говоря, купить в полцены, как это можно сделать с Samsung, спустя 2-6 месяцев после анонса модели. И я действительно пользовался десяткой, и для меня это было неким таким, ну, приятным опытом использования, потому что здесь нет кнопки, к жестам ты быстро привыкаешь. Это система Apple, экосистема вся, которая соединяет там iPad, MacBook, iPhone, часы и все вот это вот, наушники, все вместе, и этим действительно удобно пользоваться. Но меня почему-то подбамливает от того, что эти трубки сейчас должны стать доступнее. Их не производят как новое устройство, их не продают как новое устройство. Может быть, где-то можно найти восстановленные трубки, официально восстановленные. И в основном это вторичный рынок. Ну, если честно, я офигеваю от того, что люди... Вот сейчас у меня появилась идея вернуться к истокам, вернуться к iPhone X, и я столкнулся с тем, что надо найти трубку на том же Авито, и люди просят конских денег. Есть уникумы, которые просят по 38 тысяч рублей за iPhone X, не XS, не XS Max, а именно за iPhone X просят 30 с лишним тысяч рублей. И если честно, ну, меня бомбит от этого. Да, прекрасное устройство, очень много, скажем так, оно получило от народа, как, скажем так, признание, да. Но, друзья, прошло 4 года с момента анонса, как бы, данной модели. И этот телефон, ну, не должен стоить столько, даже несмотря на то, что это компания Apple, и их продукция устаревает и котируется на рынке меньше, чем, допустим, другие какие-то конкуренты. За эти деньги мы получаем, в принципе, 3 гигабайта оперативной памяти, самый компактный дисплей, удобно держать в руке. Что касаемо камер, они такое себе, но вы четко получите те снимки, на которые вы рассчитываете. То это достал телефон, сфоткал, и все хорошо. Если это темное время суток, это будет вообще куча всякой невозможной, как сказать, правильно выразиться. Господи, не то, что перешарп, а очень много, господи, слово забыл. Очень много шумов на фотографии, зернистости и тому подобное. То есть с ночным режимом, и вообще здесь такого функционала нет, то есть нет съемки в ночном качестве. Так вот, когда я встал перед выбором нового, в поисках нового гаджета, то есть нового смартфона после продажи Huawei в U30 Pro, Honor в U30 Pro, и, естественно, как бы я захотел вернуться, почему-то у меня такая появилась мысля, вернуться к истокам, скажем так, да. Телефончик все-таки я уже наигрался со всевозможными моделями, у меня уже ничего не нравится, когда там камера плюс 85 тысяч мегапикселей, и от андроида я хочу уйти, то есть мне надо приобрести какой-то доступный iPhone. Брать iPhone за оверпрайс, то есть больше 50 тысяч вообще смысла никакого нету, либо XS, либо десятку. Начал мониторить цены, как бы на XS цены тоже немаленькие, скажу я вам так. И вот десятка это действительно, ну, топ за свои деньги, но не за те деньги, за которые он продает сейчас на вторичном рынке. Друзья, от 20 до 35 тысяч рублей вот это предложение на площадке Авито, которую я как бы мониторю в каждый день. И самое очень интересное, что там только два объема памяти 64 и 256, у меня 64 как бы мало, надо брать 256. Вот этот вот конкретный экземплярчик, соответственно, стоит там порядка 25-30 тысяч рублей на Авито, 256 можно найти. Но я не готов за телефон четырехлетней давности платить, ну, такой посредственной камерой платить достаточно высокий прайс. Я готов за телефон, за этот, ну, отдать там 18, 19, 17 тысяч рублей. Это действительно купил, положил в карман, наклеил стекло и, в принципе, забыл на какое-то время, там еще на несколько месяцев о смене аппарата. Этот телефон будет выполнять, выходить в социальные сети, соответственно, выход в интернет, какая-никакая камера, Face ID и все вот эти вот, все эти приколюхи от Apple будут в этой модели. Но за 25, 8, 30 тысяч рублей, как бы, как вы знаете, недавно вышел ролик, когда несчастная женщина купила, в надежде, что она купила очень выгодно iPhone XS за 28, и в итоге вложила в ремонт уже немало денег, и до сих пор, кстати, непонятна ситуация, как она будет дальше развиваться у нее, но суть не в этом. Суть в другом. Камера такой себе, какой надо выходить, какой надо сделать вывод от всего этого сказанного. Вот мне накипело, и я решил высказаться и спросить у вас, действительно ли, адекватна ли цена на вторичном рынке за iPhone 4-летней давности, за iPhone X, это революционный телефон, первый телефон с челкой, первый телефон от компании Apple, который действительно дает новые ощущения, это новый дизайн, ну и все от этого, все, что от этого, как говорится, отходит. Или не стоит? Вот стоит он этих денег или не стоит? Напишите, пожалуйста, в комментариях, будет очень, очень интересно почитать ваше мнение. Опять же, друзья, я не принуждаю, что там, я действительно соглашусь, что может быть даже стоит взять Samsung, там A52, пускай там за 23 тысячи рублей, там камеры будут лучше, там будет все лучше, аппарат будет новый. Но я устал от Android, тем более, если брать A52 на 4,64, это будут вечные глюки, зависоны, подлагивания и так далее, потому что оно не вытягивает, как бы, операционка не вытягивает 4 гига, точнее 4 гига не вытягивает операционку от компании Samsung на Android 11. Суть не в этом, суть в другом. Стоит или нет? И вообще, как объясним тот факт, что телефончик, повторюсь, в 65-й раз 4-х летней давности продается, ну, за оверпрайс, как мне кажется, для него. Потом при этом, когда начинаешь писать людям, так модель какая-то старая, как бы, давайте, может, подвинемся в цене или как-то договоримся, может быть, действительно стоит как-то подойти к этому, потому что в основном все продают, типа, ну, они пишут все, что они продают из-за того, что приобрели новое устройство. На самом деле, в 50-ти процентах случаев это, ну, вранье, попросту говоря. Они продают либо восстановленные трубки, либо отремонтированные трубки, и только одна треть, действительно, ну, в связи с переходом на новую модель, то есть, спустя какой-то период времени продают свой старый телефон, действительно, просто продают, и не потому что хотят кого-то обмануть. Так вот, они, ну, им пишешь и говоришь, спрашиваешь у них, может быть, как-то подвинемся в цене, давайте хотя бы, ну, реально взглянем на свои вещи, на все эти моменты, как бы, действительно, я готов платить, я не хочу, там, каких-то понебратских отношений, ну, давайте, ну, не стоит ваш телефон 32 тысячи рублей на 256 дюймов, на что мне, ну, на что я просто был послан, как бы, нахер, и все было очень-очень в этом плане, как бы, ну, неприятно. Ну, на этом, наверное, друзья, все на сегодня, спасибо, что посмотрели, обязательно ставь лайк, если понравилось, два дизлайка, если не понравилось, пиши свое мнение обязательно в комментариях, пиши слово Дональд Дак, если досмотрел до этого момента, ну, и совсем скоро увидимся, у меня есть, что вам рассказать еще. Всего доброго, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok